Театр комедии Театрального, кинематографического, ну так как мы находимся в театре, соответственно, театрального актера Михаила Светина. Ну, надо им сказать, что несмотря на то, что повод грустный действительно, ведь это был очень светлый человек, он дарил очень светлые роли, сколько смеха от него было до сих пор, смеешься, видя эти комедии по телевизору и, конечно же, вспоминая его спектакли «Здесь». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что его нет, а есть ощущение, куда-то как-то стиротливо стало, но он и есть, но уже не светит, не блещет, не скрит, не греет, не вдохновляет, а все равно вроде как и есть. Вы правы, это счастье было с ним работать. Ну, лично в моей памяти, конечно, Михаил Семенович запомнился в первую очередь как национальное достояние и здесь без каких-либо сомнений можно об этом говорить абсолютно точно и, наверное, характеристика то, что это национальное достояние, она делает представление о Михаиле Семеновиче очень большим. Михаил Семенович был разным, он был интересным. Мне удалось пообщаться с ним в неформальной обстановке, когда мы организовывали гастроли для театра. И мы были в Москве, в Одессе. Особенно Одесса была интересна, когда Михаил Семенович со свойственным ему чувством юмора ходил на привоз, рассказывал об одесситах. И в памяти это очень позитивный, светлый, добрый человек. В репетициях он был очень противный. Он был совершенно такой непоседа. Вообще он по душе вот был ребенком, остался им очень непосредственным. Он смеялся, вы знаете, на взрыв, как ребенок. Если что-то он не принимал, то он категорически не принимал. И нужно было очень много времени, чтобы, в общем, он привык к какому-то другому мнению, чтобы он поверил и так далее. На самом деле он был замечательный совершенно человек. Действительно, я вообще говорю о том, что вот комедийные артисты, они богом поцелованные. Почему? Они дарят людям радость. Отчего? Потому что они сами ею переполнены. Вы знаете, когда хорошая репетиция, когда она заканчивается, он идет и поет. Потому что у него не хватает как бы чувств дальше продолжить, понимаете. Это говорит о каком-то, не знаю, возвышенном внутреннем подъеме духовном и так далее. Мы репетировали, вот я говорил, пьесу, которая там, допустим, у нас не вышла по причине бесконечных остановок по болезни и так далее. Но мы настолько как бы сблизили, мы были просто семьей. Дим, а какая роль Михаила Светина у тебя самая любимая? Я думаю, что Михаил Светин мне запомнился ролями из каждого десятилетия, потому что нет какой-либо одной роли. Например, «Любимая женщина-механика Гаврилова» — это одно десятилетие, «Чародей» — это другое десятилетие, «Дон Сезар де Базан» — это третье десятилетие. И в каждом десятилетии, в каждом фильме он совершенно не похож. И я думаю, вот эта триада фильмов светинских, это вот лежит, что называется, на душе у меня. А у тебя, Лена? Я тоже могу сказать, что мне очень понравились «Чародеи». И я даже помню, что когда-то я брала у него интервью, он нам рассказывал про эту свою работу. И еще я вот помню, что действительно он всегда как-то озарял своим присутствием, озарял свои проекты, озарял все фильмы, в которых он участвовал. Поэтому мы тоже, «Арт Петербенд», Елена Ларина, Дмитрий Московский, Сергей Кульгейко, вспомнили сегодня этого великого, замечательного, талантливого человека. Субтитры создавал DimaTorzok